Соответственно, квест на получение Грузия по виду на жительство можно считать законченным. Я его получил. И это прекрасно. Это видео будет состоять из трех частей. В первой части я расскажу, как я сам получил вид на жительство в Грузии. Во второй я пишу все возможные по закону основания, которые могут быть для получения вид на жительство в Грузии. А в третьей части я отвечу на все вопросы, которые могут появиться у человека в процессе просмотра этого видео. Начнем с того, что Грузия – это уникальная страна, и вид на жительство имеет чисто декоративную функцию. Что это означает? Это означает, что во всех других странах мира вид на жительство человеку нужен для того, чтобы пребывать в стране постоянно, пользоваться всеми благами цивилизации, ну, то есть элементарно существовать. Как человек, который шесть лет прожил в Грузии без виду на жительство, я могу точно сказать, что ВНЖ здесь для нормальной жизни не нужен. Можно пребывать в стране год, пересечь любую из границ и вернуться в тот же день. Так законно решается проблема постоянного нахождения в стране. Во всех остальных странах человек обычно может пребывать до трех месяцев в полугодии, а потом на три месяца вынужден покинуть страну. В Грузии можно пребывать постоянно, раз в год пересекая границу. Для этого вид на жительство не нужен. Также вид на жительство в большинстве других стран дает право на открытие счета в банке, устройство ребенка в школу. В некоторых случаях без ВНЖ в большинстве стран нельзя арендовать долгосрочно квартиру, купить и поставить на учет автомобиль, ну и так далее. У вас скорее всего возникли дополнительные вопросы, но как и обещал, я отвечу на них в третьей части этого видео. Зачем я получил ВНЖ, если он совсем не нужен? Две вещи, которые экспат в Грузии не может сделать без вида на жительство, это получать визы в другие страны и выезжать в Турцию на собственном автомобиле. Следовательно, чтобы получить, например, шенгенскую визу на территории Грузии, нужен вид на жительство. Поэтому я пошел и получил его. С первого раза без смс-регистрации. Как это происходило? Прежде чем сдавать документы в Дом юстиции, я открыл и прочитал закон Грузии об иностранцах. Я его прочитал еще 6 лет назад, перед тем, как ехать в Грузию. Советую так делать любому другому человеку, который собирается переехать в другую страну. Это сэкономит время и даст понимание, а есть ли у вас законные основания для этой процедуры. Очень удобно, что все законы и кодексы в Грузии доступны на трех языках на сайте matsnagov.g. Ссылку на закон об иностранцах я оставлю под видео. А после этого я почитал социальные сети. Если верить им, ВНЖ в Грузии не дает никому. Всем отказывают, это нерешаемая проблема. Далее я обнаружил, что там же в новостях люди выдумывают несуществующую статистику отказов по разным основаниям. Юридические фирмы пиарятся на комментировании этой придуманной статистики. Риэлторы сеют панику среди публики безграмотным толкованием налоговых законов, которых ничего не понимают. Словом, обстановка была идеальной для того, чтобы основная масса желающих получить вид на жительство в Грузии не пыталась его сейчас получить. Также я понимал, что наплыв желающих, который возник в 2022 году, уже спал. А в январе месяца 2024-го вряд ли есть большое количество желающих получить вид на жительство в Грузии. Также я знал и знаю, что для отказа в получении ВНЖ в Грузии существует всего одна законная формулировка. Она звучит немножко страшно, как угроза безопасности Грузии. На эту тему было написано очень много глупых и бессмысленных текстов, основная идея которых – это оскорбление чувств тех, кому на пике спроса не дали вид на жительство в Грузии. При этом замечу, что никто не ограничивает и не ущемляет права человека, который не получил ВНЖ в Грузии. Таким образом, я подумал, что месяц январь будет самым подходящим временем для того, чтобы получить вид на жительство. Чтобы повысить свои шансы, я почитал эту придуманную статистику отказов. В ней было четко сказано, что меньше всего давали ВНЖ людям, которые вели бизнес в Грузии. Отлично подумал я, у меня как раз с 2021 года функционирует ИП, и у него есть нужные обороты. Так я пришел к выводу, что самое подходящее время и основание для ВНЖ в Грузии – это месяц января 2024 года и как основание бизнес. Поскольку, скорее всего, никто туда не совался. Я не знал точно, какие именно документы нужно сдавать на ВНЖ, поэтому я пошел не в телеграм-группу, а в Дом юстиции. Там мне выдали красивый белый талон с номером, и через 30 минут я уже сидел перед специалистом Дома юстиции. В грузинской юстиции есть разные специалисты, а кроме грузинского языка с вами также могут поговорить на русском и английском языках, поэтому проблем там, ну, не бывает, хотя из всякого до правил, наверное, можно вывести какое-то исключение. Специалист Дома юстиции выдал мне анкету и список документов, которые требуются для подачи заявлений на ВНЖ. С этим списком я пришел в банк, где получил нужные мне справки и выписки. Далее я заполнил анкету и с пакетом документов снова вернулся в юстицию. На этот раз, перед тем, как попасть к специалисту, я заглянул в будку с фотографиями. Если ваше фото нужно для внутреннего использования Дома юстиции, то платить за фотографию ничего не нужно. Камера просто делает снимок и выдает талон с кодом, по которому специалист находит в базе данных ваше фото. В случае, если фотографии требуются для каких-то других целей, и нужно их распечатать, услуга платная, и на руки вы получите распечатанные фотографии. К сожалению, съемки в Доме юстиции запрещены, поэтому весь видеоряд я делаю снаружи и вокруг. Сфотографировавшись, я дождался своей очереди и передал специалисту свои документы. Он попросил кое-что дописать и поправить в заявлении, и принял их у меня сразу же. Оплатить ВНЖ можно на месте, у каждого окна в Доме юстиции есть терминалы. В январе 2024 года стоимость рассмотрения заявления на ВНЖ Грузии составляет 300 лари и 5 лари комиссии банка. Рассматривается заявление месяц, но если есть какая-то спешка, то можно оплатить таксу за срочность и ускорить рассмотрение до 10 дней. Если не ошибаюсь, цена ускоренного рассмотрения около 600 лари. Специалист выдал мне документы о том, что мое заявление принято. По номеру и интернет-адресу в этих документах я мог узнавать статус заявки. Нужно периодически заглядывать на эту персональную страницу, чтобы проверять, не запросила ли юстиция какие-то еще документы для рассмотрения. Этого не делает большинство людей, и значительная часть отказов происходит в том числе и по этой причине. Например, специалист юстиции мог заинтересоваться копиями договоров, по которым перечисляли средства, чтобы понять, допустим, каким бизнесом вы занимаетесь в Грузии. Если эти дополнительные документы не предоставить в течение срока рассмотрения, то логично, что за этим последует отказ ВНЖ. В моем случае контрагенты были достаточно известной компанией, и это было видно уже в выписке банка, поэтому дополнительных документов никто не потребовал. После завершения рассмотрения документов, через месяц, на мой телефон пришла смс, в который было указано, что рассмотрение моего заявления завершено. Обычно в этой смс не указывается результат, поэтому нужно зайти на сайт, указанный в документах, и по своему номеру проверить постановление. Документ решения будет на грузинском языке. Для тех, кто не владеет грузинским языком, самый простой способ перевести его, это скопировать текст в гугл-переводчик и прочитать. После этого я снова пришел в юстицию для того, чтобы заказать карточку ВНЖ. В обычном режиме она делается за 15 дней и стоит 60 лари. Но ее также можно сделать дороже и быстрее, опять же, если есть какая-то спешка. В итоге, чтобы получить ВНЖ в Грузии, я потратил 365 лари, это примерно 140 долларов, и 45 дней. Это можно было сделать дороже и в течение двух недель, но я собирался в Европу только летом, поэтому торопиться смысла не было. Вид на жительство нужно продлевать ежегодно, и подавать документы на него следует не позже, чем за 40 дней до его окончания. Через 5 лет вы имеете право подать документы на ПМЖ. Но, как я уже сказал, 6-летний опыт жизни в Грузии показал, что почти никакой разницы между жизнью с этой карточкой и без нее нет. Перейдем ко второй части видео, о том, какие бывают виды оснований для ВНЖ в Грузии. Эту информацию я взял из закона Грузии об иностранцах. Можно послушать меня, но еще лучше прочитать его самостоятельно. Я оставлю ссылку на официальный источник под видео. Первый тип оснований для ВНЖ – это трудовая деятельность в Грузии. Как раз по этому основанию я и получил свой вид на жительство. По этому основанию могут получить в ГНЖ люди, работающие по найму на грузинские фирмы, или индивидуальные предприниматели, у которых оборот за год превышает 50 тысяч лари. Это чуть меньше 20 тысяч долларов. Следующий тип оснований для получения в ГНЖ – это обучение в грузинском учебном учреждении, будь то школа или вуз, не имеет значения. Напомню, что подробный список документов по каждому основанию я здесь не указываю, так как он может меняться и меняется. Узнать его можно, просто сходив в любой дом юстиции в Грузии, без СМС и регистрации бесплатно. Третий тип оснований для ВНЖ – это воссоединение семьи. Если отец, мать или ребенок получили ВНЖ в Грузии, в каком-то основании, или у них есть гражданство, то остальные члены семьи могут также подавать документы на получение ВНЖ. Другими словами, если у папы есть вид на жительство, то это само по себе является основанием для мамы и детей. Еще одно основание для получения ВНЖ – это то, что у вас когда-то было грузинское гражданство, но вы его утратили. Также основанием для вида на жительство может быть тот факт, что вы утратили вообще какое-то гражданство и стали человеком без гражданства. Важно, чтобы в этот момент вы находились на территории Грузии. Это довольно редкое основание, и мало кто им пользуется, потому что мало кто хочет становиться лицом без гражданства. Хотя иногда и в этом тоже есть определенные плюсы. Например, какое-то государство хочет отправить человека на войну, а если он отказывается, грозит завести на него уголовное дело. В такой ситуации одним из способов выжить становится отказ от гражданства. Также довольно редкие основания для ВНЖ – это разрешение для иностранцев, ставших жертвами домашнего насилия, и другим иностранцам гуманитарно-гуманитарным статусом, которым разрешили пребывать в Грузии с целью защитить их от преследований у них дома. Такие основания есть почти в каждой стране, но на практике ими редко пользуются. И, конечно же, самые распространенные типы разрешения на жительство для иностранцев, имеющих недвижимость в Грузии на сумму более 100 тысяч долларов или инвестировавших в экономику Грузии более 300 тысяч долларов. Во втором случае вид на жительство можно получить сразу на несколько лет, но на практике люди чаще пользуются основанием с недвижимостью на 100 тысяч долларов. Кстати, обращу внимание, для того чтобы доказать, что недвижимость стоит не менее 100 тысяч долларов, нужно сделать оценку у сертифицированного оценщика. Делается она один раз при продлении ВНЖ, то есть если это та же самая недвижимость, ее уже не нужно делать заново. Также важно отметить, что если вам не выдали вид на жительство в Грузии, а он вам очень нужен, можно попытаться решить вопрос через суд. Большинство людей не идут на это, потому что это требует дополнительных затрат на юриста, который будет представлять ваши интересы в суде. Раз большинство не идет за этим, то и конкуренция там небольшая. Судья запрашивает документы у службы государственной безопасности Грузии и изучает их в закрытом порядке. Если человек уверен, что не совершал ничего, что может быть расценено как нежелательное для его пребывания, то решение суда также помогает получить ВНЖ. С основаниями для ВНЖ в Грузии разобрались. Перейдем к третьей части ответа на вопросы. Первый самый логичный вопрос, а зачем нужен вид на жительство, если Грузия такая уникальная страна, что в ней можно пользоваться всем и без ВНЖ? Отвечу. Во-первых, как я уже упоминал, визу в другую страну в Грузии можно получить только при наличии ВНЖ. Это не требование Грузии, это требование международного права и всех иностранных консульств. Но и из этого правила есть исключения. Например, туристическую визу в Болгарию можно получить в Тбилиси даже без вид на жительство. Вторая важная функция – это поездка на машине в Турцию. На машине, которая куплена в Грузии и поставлена на учет в Грузии. Там все напутано, но основная суть в том, что грузины не запрещают вам купить машину, поставить ее на учет в Грузии, поехать на ней куда угодно, просто имея загранпаспорт на руках. Однако турки к себе на такой машине не пустят. Я не знаю подробностей и причин такой странности, но предположу, что дело в огромной разнице в цене. Один и тот же автомобиль в Грузии и в Турции различается по цене в несколько раз. Следовательно, можно купить документы в Турции от разбитой машины, завести машину из Грузии и быстро перебить на ней кузовные номера. Так часто делали раньше, например, в России или Казахстане. И третья важная функция – это получение долгосрочного видоножительства через 5 лет. Но тут совсем даже непонятно, а не решится ли человек через 5 лет поехать жить куда-то еще. Следующий вопрос, который я не считаю разумным, но который часто задают – а вдруг меня не пустят в Грузию при очередном пересечении границы, поэтому нужно получить ВНЖ, и, конечно же, тогда я буду абсолютно уверен. Таким образом, люди хотят получить некое призрачное чувство стабильности в своей жизни. Это психологический момент, не более того. Многие из тех, кому отказали в 22-23 годах в ВНЖ Грузии, уехали отсюда, на мой взгляд, в менее комфортные локации, просто потому, что им не дали вот этот документ. А как дело обстояло на самом деле? Если взять пример соседней Турции, то там видоножительство выдавали в обмен на покупку недвижимости. А в момент, когда это стало вредить экономике, просто отказались его продлевать. И там люди попали в гораздо более сложную ситуацию, потому, что им нельзя без ВНЖ находиться в стране больше трех месяцев. А в Грузии можно. Также можно отметить, что во время пандемии даже ВНЖ не давал возможность попасть в страну. Первыми в пандемию стали пускать граждан Грузии, они сидели подолгу на карантине, и только значительно позже лиц с ВНЖ, и за ними почти сразу людей с другими основаниями. Но при этом, во время пандемии, ведь нажительство был актуален, потому что он давал как бы право не выезжать из Грузии. Однако, грузины и это предусмотрели, просто продлив всем иностранцам сроки пребывания в стране до момента полного открытия границ. А даст ли ВНЖ какой угодно страны гарантию, что вас туда впустят? Ответ нет. Если вы по каким-то причинам стали представлять угрозу для Грузии, либо для той страны, чьим ВНЖ вы обладаете, ваш ВНЖ просто ликвидируют или дождутся его окончания и дальше не продлят, как и в любой другой стране. А дальше закроют въезд и больше не впустят. Точно так же это будет выглядеть в Турции, Испании или Соединенных Штатах Америки. Как и в любую другую страну, в Грузию могут не пустить без объяснения причин. Иногда это халатность отдельного пограничника, который спутает вас с однофамильцем. Иногда это следствие какой-то ошибки в базе данных. Иногда еще что-то. Такое случается, людей в страну не пускают. Но, как правило, если это техническая ошибка при следующем пересечении границы, человек все равно туда попадает. Как и в любой другой стране, если на 3,5 миллиона собственного населения в течение года появится 100 тысяч желающих получить вид на жительство, это, конечно, приведет к массовым отказам со стороны государства. Просто хотя бы потому, что обработать такой поток заявлений невозможно. А значит, на пике спроса шанс получить ФНЖ в Грузии логично, что стремился к нулю. А стране просто не нужно было столько новых жителей. При этом граница работала в штатном режиме. Всех запускали и выпускали. И никаких столкновений внутри Грузии не происходило. То есть Грузия спокойно приняла и выпустила сотни тысяч человек, вдохнув и выдохнув без какого-либо вреда. Надеюсь, созданное мною видео будет полезным для многих людей. Большое спасибо за внимание и... Встретимся на море!